Казахстан Казахстан Казахстанские туроператоры могут оказаться выигрышей в случае закрытия турецкого направления для российских туристов, считает официальный представитель Ассоциации туристических агентств Казахстана Денис Кривошеев. Цитирую. В рамках антикризисного плана правительство Казахстана разработало две программы. Об этом сообщил премьер-министр Карим Масимов. По нашему плану, в случае, если вы поддержите уточнение в бюджет и глава государства этот бюджет подпишет, мы планируем 8 декабря на расширенном заседании правительства принять две программы. Сказал Масимов сегодня в ходе пленарного заседания Сената парламента. При этом он пояснил, что первая программа – это антикризисная программа на ближайшие три года. Но вторая программа – программа занятости. Сейчас соответствующие министерства прорабатывают ее, чтобы, учитывая тот опыт, который был накоплен в кризис 2008-2009 годов, лучший опыт, что мы могли применить его в текущей составляющей, добавил Масимов. Ну и депутаты Сената парламента на пленарном заседании Палаты сегодня одобрили проект закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2016-18 годы, а также сопутствующий проект закона Республики Казахстан о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2016-18 годы. На ваше рассмотрение вносится прогноз социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, сформированный на основе уточненной оценки ВВП за 2015 год, в сторону увеличения 982 млрд тенге за счет базы 2014 года, среднегодового расчетного курса доллара на уровне 300 тенге, а также прогноза роста мировой экономики и мировых цен на основные экспортные товары Казахстана. Об этом сказал вице-министр национальной экономики Марат Кусаинов. При этом он уточнил, что риски дефляции и стагнации в экономике ЕС, минимальные за последние 30 лет темпы роста экономики Китая и рецессия в экономике России приводят к замедлению деловой активности в экономике Казахстана. Цена на нефть заложена на уровне 40 долларов за баррель в 2016-2017 годах и 50 долларов за баррель в 2018-2020 годах. В Евразийском экономическом союзе предполагается осуществлять в полном объеме экспорт накопительной части пенсии граждан-государств, участников союза. В Ереване на совещании по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств членов Евразийского экономического союза в целом согласован проект документа, доработанный с учетом поручения Совета Евразийской экономической комиссии от 14 декабря этого года. Действие договора о пенсионном обеспечении предполагается распространить на пенсии, предусмотренные законодательством государств членов. При этом экспорт накопительной части пенсии осуществляется в полном объеме. Базовая часть пенсии выплачивается государством проживания, указывается в информации. В Республиканской военной школе-интернате имени Рахимова в Шумкенте произошла массовая драка между курсантами. Госпитализированы 10 человек. Потасовку удалось прекратить только после вмешательства правоохранительных органов. В результате драки 6 подростков в возрасте старше 15 лет доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи номер 2 четырех учащихся в возрасте 14 лет в областную детскую клиническую больницу. Сейчас реклама, после мы ее продолжим. Не переключайте. В эфире выпуск новостей. Продолжим. Антимонопольщики закончили расследование на предмет наличия ценового сговора в действиях актюбинских реализаторов сахара и горюче-смазочных материалов. Здесь пришли к выводу, что сговор имел место. Но теперь, если эти факты подтвердятся в суде, провинившимся субъектам грозят миллионные штрафы. Своё расследование в антимонопольном ведомстве начали еще в сентябре. После весеннего и летнего ажиотажа, когда цены на бензин и сахар внезапно подскочили. Как сейчас выяснили антимонопольщики, реализаторы этих товаров воспользовались ситуацией для своей выгоды. Несмотря на то, что цены у автовиков через время снизились, в розничной сети продолжали держать такие же цены. Выявлены факты установления согласованных цен между двумя субъектами, которые осуществляли розничную реализацию сахара. Эти субъекты в период с февраля до апреля, а также в период с мая до июня месяца с текущего года в сговоре между собой установили розничную цену реализации сахара на одном уровне. Несмотря на то, что оптовая цена закупа сахара в эти периоды снижалась. Тем самым эти субъекты ограничили конкуренцию. По результатам расследований в отношении розничных реализаторов сахара возбуждены административные дела. Предполагаемый размер штрафа с изъятием монопольного дохода на эти субъекты составит около 10 миллионов тенге. Реализаторы сахара шли и на иные ухищрения. Например, на полках в магазинах выставляли одни цены, а на кассе расчет велся уже по другим расценкам. Теперь за факты недостоверной рекламы тоже придется отвечать в суде. Постарались и реализаторы бензина. В деятельности шести субъектов рынка, осуществлявших розничную реализацию бензина марки АИ-92 и АИ-95, установлены факты нарушения темнопольного законодательства в части установления ими согласованных цен. Согласованные действия совершены с момента снятия государственного регулирования цен на бензин. По результатам расследования в отношении розничных реализаторов ГСМ возбуждены административные дела. Предполагаемый размер штрафа с изъятием монопольного дохода составит более 11 миллионов тенге. Всего речь идет о восьми субъектах. Сами субъекты пока не называются. Их виновность в нарушении антимонопольного законодательства еще должна быть доказана в суде. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт». О социальном развитии Актюбинской области сегодня оговорили первые руководители нескольких департаментов областного кемата, здравоохранения, образования и управления координацией занятости и соцразвития. Согласно статданным, наш регион по итогам 10 месяцев развивается вполне позитивно и есть положительная динамика. Вместе с тем, без проблемных сторон сегодня тоже не обошлось. К примеру, некоторые Актюбинки слишком рано становятся мамами, в школах по-прежнему собирают деньги с родителей и цены на лекарства пока никто удержать не может. Традиционный брифинг начался со скучной статистики. Итак, в Актюбинской области строятся школы, детские сады и в медучреждения приобретаются новые современные оборудования. Также увеличилась продолжительность жизни населения и немного поднялся уровень рождаемости. Уровень материнской смертности, конечно, снизился, но тем не менее факты еще имеются. С начала года пока только один. И пока по факту врачебной халатности не возбуждено ни одного уголовного дела. Еще одна головная боль чиновников от медицины – это максимально удержать цены на лекарства. Обновляющиеся чуть ли не каждый день ценники в аптеках – сегодняшняя реальность. Лекарства с начала года подорожали на 60%. С ними мы работаем сейчас. Обоснованность по вырешению цен, маржа, сколько составляет. Работа в этом направлении уйдет. Зарплаты врачей у нас разнятся в зависимости от стажа и квалификации. Медики получают от 125 тысяч и свыше 300 тысяч тенге. Средняя зарплата по Актьюбинской области на сегодняшний день составляет 125 тысяч тенге. Средняя заработная плата, то есть врачи получают где-то кардиохирурги 300-350 тысяч тенге. Заработная плата врачей и среднего медицинского персонала в следующем году будет повышена. До 28%? Да, до 28%. Более эмоциональным сегодня получилось выступление Жанны Самуратовой, руководителя управления образованием. Кстати, в этом году именно ее ведомство, согласно данным Агентства по делам госслужбы, больше остальных погрязло в коррупции. И вот сегодня начальник Актьюбинских педагогов пригрозила суровым наказанием директорам школ. Речь идет о тех учебных заведениях, в которых принято собирать деньги со школьников. С начала учебного года проблема поборов снова напомнила о себе. Но факты, когда с родителей требуют деньги то на подарки, то на ремонт классов, официально в Актьюбе не фиксируются. Любые подобные просьбы являются незаконными. Ни учителя, ни директора школ не имеют права финансировать так называемые школьные нужды за счет родителей учеников. Но родители сами виноваты. У нас до конкретики не доходит, только разговоры. Я сама лично, когда начинаю спрашивать у родителей, назовите номер школы, фамилию учителя, так они сразу молчат. Зачем? Жалуйтесь. У нас даже есть телефон доверия. Итак, по всем законам и правилам сбор денег в школах запрещен. Поэтому сегодня еще вопрос остается открытым и даже непонятным. Ведут ли все-таки чиновники от образования контроль над поборами или нет? Даже если официальные жалобы к ним и не поступают. И еще один нелицеприятный факт. Актьюбинские школьницы слишком рано становятся мамами. Сегодня врачи озвучили статистику. Только в этом году в Актьюбе насчитали 58 беременных школьниц. Медики и педагоги обеспокоены. Они уверены, все это результат не только безграмотности подростков, но и бесконтрольность со стороны родителей. Мы работаем с их родителями, чтобы не было никаких срывов, никаких каких-то моментов, чтобы школьницы ощутили какие-то нелицеприятные моменты, осуждения и так далее. На брифинге также затронули и тему суицида. В последнее время все чаще добровольно отправляются на тот свет именно подростки. С этими фактами сегодня журналистов попросили вообще распоряжаться с осторожностью и не доносить пугающие цифры до населения. Лиза Сакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в областном Акимате состоялась презентация автобусов белорусского производства. Гости из Беларуси надеются на сотрудничество с актьюбинскими автотранспортными предприятиями. Сегодня для горожан был проведен тест-драйв. Новый автобус запустили по маршруту, по которому ходит автобус под номером 8. Директор актьюбинского пассажирского автотранспортного предприятия в свою очередь отметил, что в их парке большая часть автобусов нуждается в замене. Вообще по обновлению парка нам нужно сейчас около 120 единиц автобусов. Нужны таких автобусов, которые именно городских автобусов с пандусом, с пневмоподвеской, которые действительно низкопольные автобусы, которые сейчас вы видели. Подобие, я не говорю, что это именно такой автобус, а вот именно на подобие таких автобусов, именно людям, которые можно было спокойно стоять, там есть держатели, есть антивандальные скамейки и так далее. На сегодняшний день пассажирское автотранспортное предприятие имеет 110 автобусов. Из них всего 10-15 единиц были обновлены несколько лет назад, но остальные нуждаются в замене. 90% автотранспорта ездит на газе. В скором времени планируется перевезти все автобусы на этот вид топлива. В Палате предпринимателей сегодня прошла встреча представителей Управления сельского хозяйства с фермерами из районов, на которые обсуждались вопросы по выращиванию подсолнечника. В районе существует более 40 крестьянских хозяйств, которые занимаются выращиванием этой культуры. В нашей области функционирует российский маслозавод. Его ежегодная потребность с поставки семян подсолнуха составляет 40-50 тысяч тонн. На сегодняшний день фермеры обеспечивают эту потребность всего на 10%. С этой целью, чтобы объединить предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, их направить, чтобы они начали заниматься именно выращиванием семян подсолнуха, а также на сегодняшний совещание мы пригласили компанию «Саволофудс», пригласили финансовые институты, которые в дальнейшем могут финансировать на закуп семян, закуп оборудований специальным для выращивания подсолнуха, а также пригласили управление сельского хозяйства. С 1 января 2016 года зарплаты бюджетников повысятся до 40%. Внедрение передовой системы оплаты труда и связанная с ней оптимизацией трудовых отношений сегодня обсуждалось на конференции, посвященной новому трудовому кодексу. В конференции, посвященной новому трудовому законодательству, участвовали работники здравоохранения, образования и других бюджетных сфер. Как известно, в системе здравоохранения повышение оплаты труда произойдет от 7 до 28%, в системе образования от 15 до 29%, в системе социальной защиты, культуры, спорта и других отраслях от 15 до 40%. При этом повышение зарплаты будет зависеть от уровня образования, квалификации и стажа специалиста. Сегодняшнее мероприятие посвящено тем, что мы проводим обучение по внедрению новой модели системы оплаты труда гражданских случаев. В 2014 году глава государства поручил правительству, что необходимо разработать новую модель системы оплаты труда гражданских случаев. Гражданские случаи – это работники госучреждений, которые не являются государственными служащими, и работники казенных предприятий. В этом году, в августе, глава государства поручил правительству теперь внедрить вот эту новую модель системы оплаты труда гражданских служащих. На реализацию новой системы оплаты труда в республиканском бюджете будут заложены средства в размере 272 миллиардов тенге. Из них почти 229 миллиардов пойдут целевыми трансферами местными исполнительными органами для выплаты заработной платы. Кроме того, с 1 января 2016 года в Казахстане внедряется новая модель системы оплаты труда и для гражданских служащих, которая делит должности на четыре категории в зависимости от образования, квалификации, сложности и степени ответственности выполняемых работ. Антон Пережогин, Алимжан Молдабеков, программа «Факт». С 23 по 25 ноября сотрудники линейного отдела полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток. Закон безопасность». За это время выявлено 11 фактов нахождения детей в зоне повышенной опасности. Четверо подростков доставлены в центр адаптации. Также к административной ответственности привлечены родители нескольких несовершеннолетних. Сегодня мы проводим акцию у нас на перроне. Раздаем различные буклеты, разработанные нашим департаментом, внутренний дел на транспорте. Данная акция направлена на профилактику травматизма, как детского, так и взрослого травматизма. На сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова